Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич, и смотрите сейчас. На повестке IT и финансы президент провел совещание. В мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение, легализацию преступных доходов. На что сделал акцент глава государства? Серая схема. Бабруйские оперативники раскрыли финансовую махинацию. Незаконно получил возврат налога на добавленную стоимость из бюджета. Сколько бизнесмен проведет за решеткой? В объективе образования. Мероприятия все-таки были ограничены массовые, это естественно. В основном мероприятия проводились в рамках одного класса, одного учебного кабинета. В госполкоме прошла пресс-конференция. Какие темы волновали журналистов? А также рейс Минскрига, полевые работы и плюс копейка. В Беларуси выросла цена на автомобильное топливо. Что почем? Решение на стыке двух миров во Дворце независимости обсудили IT и финансы. Речь о документах, которые будут направлены на пресечение незаконных операций в сфере высоких технологий. В последние годы цифровая трансформация буквально перевернула мир финансов. Хождение токенов и криптовалют стало обыденным во многих странах. Их используют наравне с традиционными деньгами. Правда, эта сфера не везде контролируется государством в полной мере. Как мне докладывают, кричащие злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, не допущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности. Поэтому правительство, комитет госконтроля, Нацбанк предлагает уточнить некоторое положение законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. Это первый блок вопросов. Второе. Мы должны рассматривать цифровые технологии с позицией возможностей для развития. Хочу сказать, что речь идет о контроле. А с другой стороны, мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот сегмент. Система образования Беларуси и, в частности, Бобруйска достойно выдержала все испытания, которые связаны с пандемией коронавируса. Об этом заявила начальник управления Елена Лисица. В Горисполкоме состоялась пресс-конференция о главных акцентах встречи Максим Кембель. В Горисполкоме конференц-зал. Встречу с представителями средств массовой информации проводит начальник управления по образованию. Коронавирус. Тема, которая не сходит с больших экранов уже больше года. И как бы парадоксально не звучало. В этой ситуации учителям пришлось учиться. Интерьер каждого кабинета пополнили антисептики. А первое занятие теперь для всех начинается с утреннего фильтра. В учреждениях введен обязательный масочный режим. Во всех учреждениях образования был обеспечен запас и сегодня обеспечен запас дезинфекционные мероприятия. Имеются и соблюдаются и контролируются графики проветривания помещений, графики влажных уборок. Ну и естественно в части проведения мероприятий в настоящий момент и во вторую и в первую волну коронавирусной инфекции мероприятия все-таки были ограничены массовые. Это естественно. В основном мероприятия проводились в рамках одного класса, одного учебного кабинета. В целом все учреждения образования сработали на оценку «хорошо». Подтверждают это и цифры. Если в первую волну занятия посещали 35-50% учеников, то уже в текущем учебном году показатель не опускается ниже 85%. Нужно понимать, это с учетом ребят, которые ездят на соревнования, различные конкурсы, олимпиады, отдыхают в санаториях. Отсутствуют по уважительным причинам. К слову, в 2020-м на заключительном этапе Республиканской олимпиады по учебным предметам 9 учащихся города завоевали 4 диплома. Стипендиатами специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов стали 8 человек. Из-за коронавируса многие столкнулись с понятием «дистанционное обучение», которое в частности закреплено в проекте новой редакции кодекса об образовании. По словам специалистов, он будет отвечать всем современным требованиям. Планируется создание комиссии по разрешению конфликтной ситуации в учреждении образования. То есть будет создана конкретная комиссия, которая будет разрешать споры, которые складываются в учреждении образования между обучающимися, между родителями и педагогами. Предоставлено право учредителям, учреждениям образования, коими являются исполнительные комитеты, предоставлено будет право определять возможность обучения ребенка, недостигшего возраста 6 лет, в учреждении образования. Большое внимание в новой редакции планируют уделить и кадровой политике. В планах расширить целевую подготовку. Это станет большим плюсом для малых населенных пунктов и исключит проблему кадров. Так, в прошлом году для работы в сфере образования в Бобруйск приехали 105 молодых специалистов. И здесь во главу угла становятся условия работы. Развитие инфраструктуры ведется непрерывно. В 2020-м в седьмом микрорайоне открылся новый детский сад. Неподалеку строят еще один с бассейном. Огромное внимание к возведению новой школы в северной части города. На сегодняшний момент возводится конструкция второго этажа. Проводится работа в плавательном бассейне. Работа идет достаточно активными темпами. Предлагаем максимум усилий, чтобы сделать ее качественно и быстро. В центре системы образования был, есть и будет человек. Профессия учитель – одна из самых благородных и важных миссий. Формирование личности ребенка. Слова педагогов несут знания и цены жизненный опыт для миллионов судеб, из которых и складывается будущее всей страны. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Регулярные рейсы «Редкие птицы» и «Пассивная-2021». Аграрий планирует получить не менее 8,5 миллионов тонн зерна в этом сезоне, когда начнутся работы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В республике в этом сезоне планируют получить не менее 8,5 миллионов тонн зерна. Аграрий уже готовит технику, удобрения и семена для старта полевых работ. Одними из первых выходят машины для подкормки озимых культур. А как только почва прогреется, начнется сев яровых. Доработать, высушить и качественно сохранить урожай помогут зерносушильные комплексы белорусского производства. В стране выросла стоимость на автомобильное топливо. За литр 92-го теперь придется отдать рубль 77, за 95-й на 10 копеек больше. 98-й стоит 2 рубля 9 копеек, а дизельное топливо – рубль 87. Рост цен обусловлен компенсацией возросших затрат на приобретение нефти. И в соответствии с принятой ценовой стратегией подчеркнули в концерне. В Минске Рига возобновляют авиасообщение. Со следующего понедельника рейсы будут выполняться 4 раза в неделю. Время в пути составит 1 час. Перед покупкой авиабилета перевозчик рекомендует уточнять у компетентных органов ограничения на въезд-выезд в страну назначением. В Беларуси пройдет профилактическая акция ГАИ. Госавтоинспекция отработает участки, которые наиболее подвержены риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов. Повышенное внимание с 19 по 24 марта сотрудники ГАИ уделят пресечению нарушений правил как со стороны водителей, так и пешеходов на контроле и использовании фликеров. В Беловежской пуще будут наблюдать за большими подорликами. Для этого специалисты установят фото ловушки. Большой подорлик включен в Красную книгу Беларуси. В нашей стране эти птицы встречаются в основном в Припятском полесье. Крайне редко за пределами этого региона. Зимуют они преимущественно в странах Средиземноморья и на Ближнем Востоке. Заплати налоги и живи спокойно. Казалось бы, известны слоганы социального ролика на слуху у всех. Вот только в действии им пользуется далеко не каждый. Оперативники из Бавройска раскрыли очередную серую схему. Все подробности далее. На календаре 2016-2017 годы бизнесмен коммерческой организации «Светлогорска» занимается оптовой и розничной торговлей сельхозпродукцией и ресторанным бизнесом. В Бавройске в качестве ИП директор компании регистрирует своего знакомого, после чего фиктивный предприниматель передает ему печать, реквизиты и бланки строгой отчетности. Таким образом, данным предпринимателям для бухгалтерского учета были приняты подложные товары транспортные накладные, согласно которым он приобретал товароматериальные ценности по завышенной стоимости. При этом данные ТМЦ фактически им были приобретены у субъектов Российской Федерации по более низким ценам. Реализация данных ТМЦ фактически осуществлялась на территории Российской Федерации за наличный расчет. При этом по документам факта реализации фиксировался, якобы реализация происходила на территории Республики Беларусь. Серую схему раскрывают сотрудники Бабруйского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований. В отношении бизнесмена возбуждает уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Не менее 120 тысяч рублей. И это еще не все. Он незаконно получил возврат налога на добавленную стоимость из бюджета, который в дальнейшем использовал на нужды предприятия в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. В данной части его действия были квалифицированы по участию третьей статьи 424 Уголовного кодекса, как злоупотребление властью или служебными полномочиями. Бизнесмена осуждают на 5 лет с отбыванием наказания в условиях колонии усиленного режима, а также запретом занимать руководящие должности и вести определенную деятельность сроком на 5 лет. Приговор вступил в законную силу. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 876 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились свыше 304 тысяч человек. В республике начали прививать против коронавируса китайские вакцины. Речь идет о препарате, который 19 февраля прибыл из Пекина. Тогда в страну доставили 100 тысяч доз. Компания стартовала в одном из лучших поликлинических учреждений столицы. В первую очередь вакцинируют медработников. Прививку получили также сотрудники аппарата Минздрава. Бобруйский интеллектуальный в городе в рамках областного проекта прошел суперквиз. В состязании приняли участие команды из гимназии номер 1, 16, 28, 30 и 34 школ. Игру разбили на 6 раундов. Все вопросы исключительно об Авруйске. Его история, архитектурные жемчужины, важные даты, знаменитые горожане, промышленность и символы. В данном проекте учащиеся не только проводят исследовательскую работу, но и они изучают родной край, малую родину с целью воспитания гражданско-патриотических качеств, от любви к своей родине, к городу Бобруйску. Суперквиз – это только начало. Масштабный проект будет реализовываться в течение двух лет. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok